Расскажи, как тебя зовут, твой возраст, ты из какого города? Меня зовут Нелли, мне 27 лет и седьмой год я в Санкт-Петербурге. Хорошо. Чем занимаешься? Я психолог, арт-терапевт. Подскажи, пожалуйста, с каким запросом пришла на танцевальный коучинг по танцевальной терапии? Что тебя беспокоило? Главное было это, женскую сексуальность и убрать телесные зажатости. Почему приняла решение пройти такой коучинг? Мне кажется, что всё-таки тело много что знает и оно действительно не врёт. И с ним побыстрее, чем с головой чаще выходят. Потому что я сама пошла в телесную терапию обучаться, потому что я всё-таки считаю, что через тело быстрее можно прийти к результату. Если ещё совмещать и с обычной психотерапией, то ещё лучше будет. Мне было интересно. И мне кажется, что это как-то... Ну, я, кстати, не прогадала. Да, это было интереснее, чем просто психотерапия, например, если брать. А какие были у тебя страхи либо сомнения до танцевального такого коучинга? Да у меня вроде и не было никаких таких страхов особых. Ну, как-то я часто иду в новое, поэтому меня как-то не пугало ничем. И я думала, всё будет хорошо. Ну, шла с позитивным настроем. Назови пять твоих достижений во время либо после танцевальной терапии. Так, пять. Первое, я стала танцевать путем. Мне это очень нравится. Мне это радует. Второе, кстати говоря, вчера мне вдруг девочка сказала... Ну, я выложила сториз танца. И она мне сказала, что когда-нибудь я стану её учителем женственности, что-то такое. Я говорю, я только туда. Наверное, всё-таки месяц телесной терапии что-то дал. Я просто сама с этим запросом шла. Она говорит, со стороны, как наблюдатель, я уже решила, что у тебя всё хорошо. Я говорю, что? Она говорит, не наверное, а точно, значит. Очень сенсивально что-то дал именно. Даже видно со стороны. Вот, это два. Три. Я стала чувствовать как-то тело по-другому. Ну, то есть реально осознанно части тела уже ощущаются. И когда я недавно была как раз-таки на встрече, там была танцевальная встреча, и там я уже себя чувствовала вообще свободно. То есть как-то вообще телесно, вообще свободно, и прям вот танцевала от души, и вообще не думая, что где, и прямо чувствовала всё тело, а не как там обычно, только там некоторые части. Мне вчера буквально клиентка пришла с таким же запросом практически про ту же злость, короче. И мне уже было как-то, ну, то есть я уже сама на себе могла всё это ощутить и уже со своего опыта сказать. Ну, то есть обычно я как бы просто понимала головой, что так и так, и всё как надо. Но не было своего чувствования. А после вот как мы с тобой пришли к этому запросу, у меня теперь вот есть такой опыт, скажем так, и я для себя открыла в себе вот что-то такое интересное. И училась, что и сразу мне вселенная, давай, людей с таким же запросом. Как бы в жизни видишь, даже люди замечают. Ну, и так я чувствую себя телесно как-то лучше, увереннее, и просто танцую. Мне это, ну, какой-то эмоциональный, конечно, подъём даёт. Танцы для меня что-то именно позитивное, энергичное, настроенное. Я как-то себя стала чувствовать даже при походке. Ну, то есть как-то именно может обращать внимание или как-то чувствовать именно тело, когда ты идёшь, как ты его, ну, ощущаешь именно. Не то, что даже там, например, осанка там, в живот стынуть, как обычно, да, вот эта тема. А просто вот как ты сама идёшь, вот то, что у тебя как бы внутри, и как ты вот продвигаешься. Вот. Мне показалось это интересным. Ну, раньше, по крайней мере, я как-то не замечала. Расскажи, что тебе понравилось, и почему во время танцевального коучинга? Ну, мне понравилось это было, как минимум, интересно, эффективно. Мне было с тобой легко, и как-то всё это в позитивной форме проходило, и было комфортно. Мне всё понравилось, и я бы советовала всем спробовать на себе такую терапию. Ну, со своей стороны я испытала этот опыт, и теперь могу свободно советовать своим клиентам, потому что я считаю всё-таки лучше комплексно воздействовать на тело. А когда есть такой инструмент классный, когда ты с помощью танца, где есть музыка, где ты прыгаешься, и можно решить проблему, мне кажется, это вообще очень здорово, и надо этим пользоваться, раз есть и нужно. Формат проведения, какие-то практики, что ты можешь отместить? Ну, практики мне все понравились. Вот это даже растанцовка, которую мы каждый раз делали, и дома я делала, это тоже упражнение отдельное, и с разными модификациями, там, где мы играли, меняли местами части тела, мне это понравилось точно, потому что, мне кажется, из-за этого упражнения и начинается вот это именно ощущение частей тела по отдельности и вообще осознавание, у тебя есть ещё одно, есть второе, и вообще, ну, как бы, всё движется, и движется по-разному. Вот, интересно наблюдать за вообще способностями своего тела, скажем так. Были у нас ещё совместные, да, практики, именно где мы вдвоём с тобой, мне понравилось, интересно, ну, видно сразу какие-то стратегии поведения, даже в танце, и понимание приходит, ну, как-то наглядно сразу видно, что, блин, я даже в танце так делаю. Ну, в общем, мне все зашли упражнения, все понравились, все они были интересны, где-то неожиданно было, ну, то есть, что так надо делать, что как-то непривычно, но мне кажется, всё дало какой-то результат, и растанцовку я до сих пор использую, потом танцую, и даже вот, ну, ловила себя на мысли, что хочется добавить, когда танцуешь, хочется добавить вот то упражнение, где мы замирали, ну, то есть, иногда по музыке, ну, прям вот просится, что надо одну часть делать, другую не двигать, и вот там прям хорошо подходит это, и раньше я это вообще не делала, или делала совсем что-то непонятное, ну, пытаясь показать то, что нужно было, вот. Решил ли коучинг по танцевальной вегетонтерапии твой запрос, либо ещё в процессе? Мне кажется, в процессе, потому что мы нашли ещё что-то новое, интересное, дополнительный запрос, над которым нужно ещё отдельно работать, мы его нашли в конце, поэтому, мне кажется, ещё предстоит работа, и самое главное, что эта терапия, этот коучинг дал вот эти ростки дальнейшего развития, то есть, если бы мы не пошли в эту сторону, то непонятно бы, что дальше было, и вообще наш запрос, по идее, ну, он очень близок к тому, к чему мы пришли, то есть, это новая грань какая-то открылась, проработая которую, возможно, и решится этот запрос, и поэтому я очень тебе благодарна, что мы пришли к этому, что мы откопали, пусть и не решился запрос, я просто сама понимаю, что это такое, потому что ко мне приходится на терапию с одним уходит, как бы, мы вообще, там другое приходим, мы понимаем, что оказывается, вообще другое мы хотели решить, просто вот, ну, сознание наше сказал, что хочет этого, но внутри-то подсознание у нас совсем другое сидение, поэтому я прекрасно понимаю, и меня это никак не озадачивает, это не постраивает, я, наоборот, очень рада, что мы куда-то поглубже посмотрели, увидели, спали, и я не боюсь работы, и вообще всю жизнь человек, мне кажется, над собой как-то работает и совершенствуется, поэтому всё в процессе, и я благодарю за то, что мы нашли, за то, что ты так искусно всё смогла провернуть, и думаю, что будут ещё в процессе какие-то плоды, поэтому я буду следить за собой, и если что, там тебе сигнализировать, что происходит, если тебе интересно. Да, конечно, мне очень интересно узнать, как дальше это всё будет развиваться. Расскажи три самых ярких инсайта о танцевальной терапии. На моей голове были мысли, что это именно какие-то движения, ну, то есть без танца, как будто я думала, что это двигательная терапия, без танца, хотя на самом деле оказалось, что там каждую встречу мы танцевали, и в большей степени танцевали. Мне вот это как-то удивило, что оказывается вот так, оказывается, каждое упражнение это про танец, про движение, а не просто про движение, как я думала. Второе, ну, что так быстро и глубоко копает. Ну, я, конечно, не сомневалась в творчестве, потому что я сама терапевт, поэтому я понимаю, что творчество, оно такое. Но как-то про именно танцевальную двигательную я, ну, не думала настолько, что можно глубоко взглянуть там, посмотреть всё. Для меня тоже это было таким удивлением. Ну, в принципе, ты уже рассказывала, да, что из танцевальной терапии, из этого коучинга ты встроила в жизнь, да, это растанцовка, это сам танец, что-то ещё, и почему? Потому что как-то танцевать намного веселее и интереснее, чем делать зарядку или гимнастику. И ты чувствуешь именно энергетический какой-то заряд. И я вообще люблю музыку, поэтому как-то получается, что это ещё и с музыкой, ещё и энергетический прилив такой. И как-то вот лично мне зашло, мне нравится. И, кстати говоря, даже вчера танцевала просто, ну, просто так. Для меня просто не было раньше такого. Ну, о том, что там и муж рядом был, занимался своими делами. Ну, как-то я обычно, ну, так, очень редко это делала. И именно когда-то вот что-то там... А это я просто почему-то вот решила, хотя я делала с утра растанцовку, а это я ещё раз просто стала танцевать и поняла, что можно расслабленно танцевать, не падаясь там, не выделываясь, а просто танцевать, как мы с тобой танцевали. Ну, мне нравится. Кому порекомендовать, ты тоже это уже ответила на этот вопрос. Всем. Всем. Многие с телом не знакомы со своим. Ну, кто-то уже, кстати, идёт к этому уже, чаще приходят и думают, что так, наверное, в теле тоже что-то есть, что-то с ним делать. Да, что-то всё-таки не зря оно нам дано. Да-да. Стали обращать внимание. Благодарю тебя ещё. Раз. Благо принимаю. Я с ним тоже благодарю.